Добрый день, дамы и господа. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая волнует нашу молодежь и достаточно часто является конфликтом за столами, когда собираются разные поколения. Тема, она следующая. Что важнее, свобода или равенство? Вот, давайте немножко поговорим по этому поводу. Когда американцы говорят, что God created us equal, то есть что Бог создал нас равными, они имеют в виду, что у нас у всех должны быть равные права. Шансы реализовать эти права у нас разные. Никому ведь не приходит в голову, что рожденный, скажем, глухонемой ребенок имеет абсолютно те же шансы в жизни, что и остальные дети. Родившись у обеспеченных родителей и в Америке, у человека значительно больше шансов на хорошую, интересную и безопасную жизнь, чем у ребенка, который родился, скажем, в индийской провинции, там, на берегу реки Ганг. У родителей, у которых нет ни гроша, там, или афроамериканец в предместе Чикаго, который не знал отца и рос с матерью, значит, наркоманкой. Всеми друзьями, значит, в той же самой безотцовщине и безматеринщине, по существу. Конечно, если вмешается чудо, если слепой ребенок окажется гениальным математиком, там, или пианист, там, поиндийц, или сын наркоманки проявит себя в спорте, там, в литературе, или окажется невероятная любознательность у них, ну, значит, или очень повезет с учителями, то у них появится шанс. Но не более того. То есть, значит, у них будет один шанс из миллиона для того, чтобы жить нормальной, то, что мы называем человеческой жизнью. А ребенок, который родился у белых обеспеченных родителей в Лос-Анджелесе, там, или в том же Чикаго, я думаю, что есть 4 шанса из 5, а может, даже 90 из 100. Вопрос не в том, какие шансы, или насколько жизнь справедлива, или несправедлива, она несправедлива, а в том, как мы, люди, общество, можем сделать, что мы, люди, общество, можем сделать по этому поводу. Вопрос в нахождении наиболее эффективной методологии, чтобы предоставить как можно большему количеству людей возможность стать, что мы в Америке называем очень условно средним классом. То есть, человеком, у которого есть возможность за, скажем, 5 рабочих дней зарабатывать на безбедную жизнь, не ложиться спать голодными, иметь возможность потратить деньги на развлечения или на хобби какое-то, иметь защиту в случае несправедливости и надеяться, что жизнь их детей будет не хуже, а, возможно, и лучше, чем их собственная. В Америке именно это и называется американская мечта, кстати, и не имеет ничего общего с мечтой сказочно разбогатеть. Есть много теорий, как сделать большинство жителей страны вот этим самым средним классом. Нет ни одной теории, значит, или практики, как сделать 100% населения страны или земного шара там достаточно обеспеченными, но большинство, скажем, 80% населения сделать средним классом уже удавалось. А не все оказывались равны, не все получили то, что хотели бы или мечтали бы, но, по крайней мере, они не были бы нищими, не пухли бы от голода и могли себе позволить отдыхать два дня в неделю, а на пенсии раздвижать по стороне на караване. В доиндустриальную эпоху этого просто не могло быть. Люди производили еду и самое-самое необходимое в количествах необходимых для выживания. Да еще отдавали часть монарху там или часть церкви. Обеспечивать больных, инвалидов, да и просто несчастных, выброшенных из жизни было почти невозможно. Индустриализация пришла в целый ряд стран почти одновременно, но только страны, в которых существовала возможность оставить излишки продуктов или выручки себе, а потом использовать их для создания, ну там, или финансирования бизнесов, только в этих странах нищета стала медленно отступать. Благосостояние жителей медленно повышаться, исчез рабский труд, стали уменьшаться часы работы, улучшаться условия труда, работник лучше работает, если отдохнул, работник лучше работает, если в помещении прохладно. Это капиталисты очень быстро поняли. Стали увеличиваться ставки, потому что хороших работников надо привлекать и удерживать. Возникли бенефиты, значит, отпуска, дни, пропуска по болезни, пусть лучше отсидит от дома, чем заразит всех остальных, ну и тому подобное. И в таких странах, как Германия, Англия, Канада, США, Франция, Бельгия, нищета и бедность сократились, а ряды среднего класса неукоснительно пополнялись. 20-й век принес страшную разруху и отступление, даже не на шаг, а на милю назад от вот этих всех стандартов, которых мир уже начал добиваться. Идея социализма, там, национал социализма, это фашизм, интернационал социализм, это коммунизм. Развязанные ими воины привели к смерти 200 миллионов человек. Значит, самые большие потери из-за действий Китая, России, Германии, ну и другие, там, экспериментировали, так сказать, побили немало людей. Достаточно вспомнить, там, Камбоджу, Кубу, Албанию. Почему же в странах Западной Европы и особенно в США система работает и дает плоды, а вооруженные теми же технологиями иные страны либо не могут себя прокормить, либо постоянно заняты проблемой обеспечения населения только необходимым, не говоря уже о том, что мы называем роскошью. То есть то, без чего, так сказать, хочется, но без чего, так сказать, можно было его прожить. Вот только в определенных странах, в которых есть общее, так сказать, какое-то общее, которое можно выделить, основная сущность какая-то общая, в них оно получалось. И поэтому после вот этих всех войн эти страны восстановились, пришли в состояние, в котором жить стало еще лучше, чем до войн, а страны, в которых вот этого чего-то, так сказать, не было, да, в которых тоже можно, так сказать, найти общую, так сказать, доминанту, да, а в них ничего такого не происходило, и жизнь стала даже хуже, чем до этих войн. У всех людей два уха, вот у большинства две ноги, там две руки и один рот, мозгов по весу одно и то же количество. Почему же в Америке, Израиле, Швейцарии, Австралии жизнь у подавляющего большинства населения обеспеченная в огромном большинстве стран, там, Африки, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки нет? И почему люди из этих стран, переехав в Америку, вдруг становятся успешными производителями и вписываются в продуктивную, моральную жизнь той страны, куда они переехали? Ну, опять же, большинство, да, ну, есть и воры, и жулики, и просто подонки, там, может быть, дело не в погоде, не в людях, не в технологиях, и даже не в количестве серого вещества. Может быть, дело в системе, в которой эти страны существуют и в которых люди попадают. В системе, которая вытащила миллионы из нищеты, победила в болезни, дала людям возможность заниматься любимыми делами и хобби, и не бояться умереть с голода. А теперь вопрос, надо ли эту систему рушить, крошить, уничтожать, или надо стараться сохранить ее, улучшать ее по возможности, мелкими шагами охранять от властолюбивых подонков, вот, и сопливых социалистов. Подумайте сами, я лично сделал совершенно точный выбор, я Америку переделывать, менять в корне не хочу, я хочу вернуть ее к тем корням, которые сделали из нее великую страну. А великая страна означает не самый сильный кулак, она означает, люди в ней живут хорошо, безопасно и с радостью и ожиданием смотрят в будущее. Спасибо, до свидания.